Приближается День Победы. В преддверии этого праздника сотрудники регионального отделения социального фонда поздравили жителя Черкеска ветерана Великой Отечественной войны Афанасия Петровича Солнышкина. Подробности у Али Баташева. Разрешите поздравить вас с наступающим Днём Победы. Пожелать вам крепкого здоровья. Пожелать, чтобы вы ещё долгие годы могли нам передавать свой опыт. Ордена Отечественной войны, первой и второй степени, красной звезды, медаль за оборону Кавказа и другие награды. Афанасий Петрович с ноября 1942 года служил в 77-й стрелковой дивизии. Он был участником битвы за Кавказ в должности командира разведки. Освобождал Севастополь, Крым, Симферополь и Калининград. В этом году ему исполняется 103 года. Он очень мудрый человек. Он очень добрый человек. И никогда ни на кого не злится, не обижается. У него своим добрым отношением, у него, понимаете, какая-то положительная энергетика складывается. Такая вот. И в этом, по-моему, секрет долгожительства его. Вот когда мы сто лет отмечали, тоже секрет вашего долгожительства. Он говорит, трудиться, работать, никому зла не делать, жить честно. Работники Республиканского отделения социального фонда поздравили ветерана, подарили цветы и ценные подарки. В 2019 году указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина была утверждена ежегодная доплата ветеранам Великой Отечественной войны в размере 10 тысяч рублей. В этом году эта доплата была произведена вместе с апрельской пенсией всем ветеранам Великой Отечественной войны. Хотел бы в преддверии 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне поздравить всех с наступающим великим праздником, с Днем Победы. На сегодняшний день в республике проживает 21 ветеран Великой Отечественной войны. В ходе акции «Лица Победы» сотрудники отделения социального фонда планируют посетить каждого. Али Баташев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия.